здравствуйте продолжаем изучать глобальную тему этапов продаж в прошлый раз мы говорили о том как установить контакт с клиентом как себя нужно вести от чего нельзя делать ни в коем случае сегодня же речь пойдет о методах с помощью которых можно добиться немалого позитива в общении с заказчиком и так какие же существуют методы общения полезные при продажах соучастие начните разговор с того что волнует заказчика с того чем сейчас заняты его мысли не пытайтесь сразу же устроить презентацию товар или отвлечь озадаченного собственными мыслями директора конторы заранее подготовленными затравочными фразами лучше всего в такой ситуации поинтересоваться что тревожить собеседника и живо поучаствовать в разговоре проявите интерес к его проблеме предложите если можете вариант решения или просто посочувствуйте так вы узнаете о том что происходит с клиентом его бизнесом а это крайне интересно в плане будущего совместного сотрудничества информация никогда не бывает лишней ну а затем уже плавно переведите разговор на ваше предложение но это не должно быть топорно и неуклюже типа как жаль что от вас ушла главный бухгалтер накануне годового отчета а вот давайте мы вам для поднятия боевого духа сайт сделаем это должно быть нечто более изящная встроенная беседу и адекватная обстановке пример из личного опыта как-то я пришла на встречу с потенциальным клиентом с которым мы общались довольно давно мой собеседник был явно расстроен и думал о своем я поинтересовалась причинами клиент посетовал на падение спроса на услуги компании по итогам года выручка упала по сравнению с предыдущим периодом на 20 процентов я проявила сочувствие а затем предложила вариант решения сделать апгрейд сайта компании нацелив его на привлечение клиента придать более современный вид улучшить функциональность и сделать ресурс максимально полезным показала примеры сделанных нами сайта директор явно заинтересовался предложения через несколько дней договор между нами был подписан креативное начало этот вариант требует наличия фантазии и креативности суть в том чтобы привлечь внимание первой же фразой ничего стандартного типа здравствуйте я менеджер о ваш сайт у меня к вам деловое предложение по созданию сайта для вашей компании 90 процентов продавцов начинает разговор таким образом это скучно и неинтересно 90 процентов руководителей реагируют на такую затравку одинаково они не слушают вы не сумели привлечь их внимание и вызвать интерес а значит положительного результата можно не ждать придумайте оригинальное начало вашего выступления несколько фраз которые заставят собеседника проснуться и присмотреться к вам повнимательней ведь вам же только этого и нужно верно остальное описание преимуществ легко и привычно это вы и так делаете ежедневно опять же пример из собственного опыта мне предстояла презентация услуг интернет-студии в которой я тогда работала перед компании занимающийся поставками свежих фруктов и за границей для оригинального начала я принесла собой сумку с фруктами в комнате где уже ждали представители торговой компании я достала из сумки обыкновенный банан и сказала этот банк символизирует количество клиентов заинтересовавшихся сегодня вашим сайтам и решивших с вами сотрудничать затем достала огромную связку все тех же бананов а это количество клиентов которые обратятся к вам сайта после того как мы проведем его модернизацию эффект был достигнут внимание привлечено затем в дело пошли уже самые обычные графики и примеры работ договор был заключен в тот же день лезть личного характера этот метод требует предварительной подготовки нужно будет выяснить про будущего собеседника какую-то информацию личного плана нужно признать собеседника равнозначным партнером или более представительным здесь следует делать акцент на популярности фирмы если перед вами ее основатель и генеральный директор или на известности самого клиента в определенных кругах или заострить внимание на определенной черте характера сообщив клиенту лестные для него или его компании сведения вы тем самым акцентируете внимание именно на собеседнике его достижениях показываете что он вам важен и интересен после этого кстати можно легко перейти на проблемы клиента которые будут решены с вашей помощью пример из моего рабочего опыта несколько лет назад я смогла добиться встречи с директором крупной торговой сети беседу с ним я начала с такой фразы я знаю что ваша компания входит в тройку лучших по россии и мне очень приятно с вами встретиться лично ваши успехи впечатлили нашу команду и вдохновили на создание совершенно потрясающего дизайна для сайта который я вам сейчас покажу нужный эффект был достигнут интерес возник был мной поддержан и перерос заключение сделки профессиональная лесть суть тоже что и в предыдущем методе только теперь нужно зацепить клиента признанием его профессиональных способностей дать ему понять что наслышаны о нем от его коллег из сопутствующего сообщества то есть если ваш собеседник представляет медицинскую коммерческую организацию то речь пойдет о медиках если перед вами адвокат значит вы будете говорить о мнении сообщества юристов и ваше замечание непременно должно содержать высокую оценку профессионализма вашего клиента со стороны этих самых коллег тем самым вы польстите статус у вашего собеседника и настроить его положительно по отношению к себе чтобы было понять не приведу примеры собственного опыта однажды я как представитель интернет-студии веб-дизайна встречалась с основателем частного детективного агентства темой встречи было предложение услуг по созданию сайта в самом начале беседы я вскользь заметила что лично знакома с несколькими представителями мвд и они очень уважительно отзывались о моем сегодняшнем собеседнике частном детективе и его профессиональных качествах клиенту бывшему полицейскому это явно понравилось переговоры прошли в дружеской обстановке и завершились заключением выгодного соглашения предложение от которого нельзя отказаться беседа должна начаться с вашей фразы на которую очень сложно ответить нет вам предстоит придумать такой вопрос который в 100 процентах случаев подразумевает положительную реакцию хотите увеличить доходность вашей компании на 20 процентов хотите снизить издержки производства кто из представителей бизнеса откажется такого заманчивого предложения а все что вам нужно уже произошло вы привлекли к себе внимание заинтересовали слушатели и можете развивать свою мысль дальше главное постараться не терять градус интереса и довести мысль до логического завершения обязательно раскроете все подробности если обоснование будет достаточно легко достижимым а результаты очевидными для собеседника ваши переговоры скорее всего увенчаются успехом еще один пример из собственного опыта однажды я встречалась с представителем крупной торговой компании показавшие довольно средние результаты по итогам прошедшего отчетного периода моей задачи было продвинуть идею о создании нового интернет портала для компании свою речь я начала тщательно отработанной фразы хотите сделать доходы вашей фирмы предметом зависти конкурентов мы представляем команду настоящих профи и наша работа состоит в том чтобы сделать ваш образ в интернете максимально привлекательным для посетителей результаты наших работ высокая конверсия то есть приток к вам клиентов с просторов интернета если вы действительно хотите добиться успехов в сети мы расскажем подробности клиенты были заинтересованы и внимательно прослушали всю презентацию по итогам переговоров договоренность была достигнута эти подходы конечно не ограничивают вас фантазии креативности и энтузиазме вы наверняка изобретете десяток своих методов и коронных фраз продумайте варианты общения с клиентом и установление с ним контакта главное не пытайтесь мыслить шаблонно думайте в первую очередь о потребностях клиента и все у вас получится а теперь домашнее задание вам нужно описать свой метод установления контакты и завязывание общения с клиентом дерзайте